Всем здравствуйте! 8 июля, в день семьи, любви и верности, Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет. К огромному сожалению, певица не смогла справиться с глиобластомой головного мозга. Сегодня Владимир Фриске признался, что до сих пор не может смириться с трагедией. Особо больно отцу певицы и от того, что ему не дают общаться с внуком Платоном. Фриске утверждает, что если бы его дочь осталась жива, она бы ушла от Шепелева. Якобы певица, незадолго до ухода, стала понимать, что из себя представляет этот человек. Жанна ему не верила. Она говорила мне, что он похожий человек скользкий, что ему, видимо, нужны были ее фамилия, связи. Я знаю, что и Платон был бы наш. Мне в то время, когда Жанна заболела, многие говорили, в том числе и Ольга Орлова, сделая опекунство над ребенком. Я отказывался, а видите, как получилось, отметил Владимир Борисович. Отец Жанны говорит, что он готов на все ради внука, поэтому старается не провоцировать лишние скандалы и не судиться с Шепелевым. При этом телеведущий, якобы, планомерно настраивает мальчика против родственников. Сообщивший о мистике после смерти дочери Фриске, старший до сих пор с трудом сдерживает слезы, вспоминая, как Платон спросил у него, почему вы у нас украли дом и деньги. Вы можете себе представить, я удивился, когда это услышал. Ну а теперь 15 июня и 8 июля стали траурными днями для всех, кто знал Жанну Фриске. Трагическая судьба всеми любимой певицы потрясла страну в 2013 году. После рождения сына у артистки обнаружили неоперабельную опухоль мозга. Минуло 9 лет с ее смерти, но друзья, коллеги и поклонники не забывают артистку. О ней невозможно говорить в прошедшем времени, небрежно брошенное слово любили, режет слух, ведь ее обожают и сегодня. Могила Жанны постоянно утопает в цветах, несмотря на то, что прошло уже достаточно приличное время. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока.